Как я собираю дверную коробку? Для этого я дверное полотно мерю. Ее размер будет 79,5 см. Верхний брусок коробки будущей будет 80 см. Далее. Отпиливаю четверть и делаю плоскость. И с этой стороны вертикальный брусок делаю плоскость. Чтобы эту плоскость пилить, здесь заранее надрез сделать этой бумаги. А надрез вертикальный делать наполовину. Дальше работать стамеской. Бумага хорошо поддается резке. Вот эта вот прессованная. Теперь только из нее изделие делаю. Желательно, конечно, массив. И подрезаешь и убираешь. Далее. Нужно сделать обязательно вот эти вот отверстия сверлом. Чтобы соединить их саморезами. Для этого делаем 90 градусов. Вот, скажем, сделали. И просверлили. Далее большим сверлом. Сделали от руки. Потому что она легко поддается сверлению. От руки сделали углубление. И закрутили. Это соединение. Все, закрутили. Здесь тоже сделали, но не закрутили. В первую очередь это поставили петлю. Вот у петли две такие стороны. Вот здесь вот она как бы вся завернутая. И здесь нету прорези. А вот здесь вот есть прорезь. И эту прорезь я ровняю вот с этой линией. Выставляю и закручиваю. По-любому надо сначала закрутить. И вы, когда делаете паз и топите вот эту вот толщину петли, вам все равно приходится закручивать. Лучше в данный момент закрутить и спокойно сделать линии от углов. То есть угол не довели. Опять угол и сделали. Далее линию от угла и сюда. Открутили, скажем, и у вас вот такие линии. Дальше стамеской убрали. Убрали стамеской, прикрутили. 20 сантиметров петля. 20 сантиметров петля. Все. Коробку вы, скажем, собрали вместе с петлей. Верхняя и нижняя. Далее. Вот у меня вот эта вот коробка собрана. Пять пластин. Вот они, пластины. Одна пластина. Вторая. Третья. Вот здесь вот метка. Здесь будет язычок заходить в это вот место. Так уж я здесь отмерил вот эту линию от пола ровно метр. Эту пластину чуть выше сделал. Дальше. Четвертая. И пятая снизу. И с той стороны стойка вертикальная. Тоже с этими пластинами. Дальше как продолжать работу? Я вам покажу. Собрал я коробку и вложил туда дверь. Для чего я вложил дверь? Для того, чтобы здесь вот найти зазор. Чтобы он был такой же и здесь такой же. Одинаковым размером. Петли у меня посмотрите. Вот эта вертикальная бумажная стойка она вся ходит ходуном. Но петли на нее уже закручены. Врезаны. Далее. Чтобы найти на дверном полотне это место я прикладываю вот смотри туда и прикладываю другую петлю. Далее. Я сделаю здесь насечку здесь и насечку здесь. сделаю насечку. Далее прикладываю с этой стороны. Смотрю там и нахожу. Далее насечку здесь делаю и насечку здесь делаю. Все. Дверно полотное я убираю и в этом месте где насечки прикладываю вот эту петлю и делаю то же самое как и на вот этой стойке. Прикручиваю делаю размер откручиваю убираю и выбираю. Далее еще покажу. Далее у нас вот дверное полотно да вот насечка и вот насечка которым я делал и на эту насечку вложу петлю вот эта вот часть петли с этой стороны ставится не с этой стороны а вот а вот с этой и одно ухо уже будет другое ложиться то у нас на коробке ухо ложилось вот с одной с прорезью а на дверную коробку то есть на само полотно ложится без прорези потому что отверстия будут разные если вот отверстие здесь было вот смотрите вот в этом месте если перевернуть отверстие будет уже с другой стороны то есть спутать нельзя когда мы прикручиваем вот эту петлю для углубления этой петли вот здесь гнездо делать будет то есть я уже прикладываю вот к этим насечкам посередине прикручиваю двумя саморезами делаю черту соответственно этим ножом вот края и вот края черту делаю таким вот образом потом снимаю и начинаю вырезать то есть для двери петля уже ложится ухо другое без прорезей ладно далее покажу так это коробка по периметру из дерева и снимаю здесь место для петли это углубление делается потому что петля туда ушла в общем у стамески вот этот вот угол вот скосанный когда вертикальную линию делаете или бьете молотком или рукой в рукоятку то желательно вот так вот держать вот таким образом не так держать потому что у вас черта будет уходить туда постоянно будет уходить туда при ударах а таким образом она как черта была так и вот и останется то же самое в стамеску и вертикально вот так вот надо и здесь тоже только таким образом если вот так сделать это будет ошибка далее у этого дерева волокна уходят туда если мы сейчас будем вот так вот делать у нас будет вот такие вот изломы то есть вниз то есть мы можем деложное творить тут будет скол чтобы этого скола не было можно по диагонали вот так вот вводить вот таким вот образом а пальцем придерживаться вот пальцем придерживаться и так вот и держишь таким образом вы скол здесь не сделаете и здесь тоже скол не сделаете никогда ладно дальше что-нибудь покажу вот делаю край вот этот вот чтобы не так тянуть вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На данный момент я... Делать пока ничего не буду... Потому что мне надо... Все двери готовить... Нужно приготовить... А потом одновременно их... Поставить и пиной... Заделать... Ладно... Пока... Продолжение следует...